Народные умельцы, вытаскивая вот этот материал из ручки, увеличили его и дрывают почек. За счет этого увеличивалось силу удара и вообще игралось куда более приятно и по фантазии. Первый в России музей тенниса открыт. Раньше в него существовали памятные уголки при спортивных организациях. Правлению Дачного товарищества «Северный поселок» в Загорянском удалось сделать больше. Собственными силами приспособить помещение в 28 квадратных метров, в котором хранились строительные материалы, и разместить в нем по правилам музейного дела редкие экспонаты об истории олимпийского вида спорта. Идея, она витала давно, и у наших теннисистов, и все. Но вот как-то это все сконцентрировалось именно в этом году, и весной мы приступили к реализации проекта. Светлана Антонова подготовила дизайн-проект музея и наполнила его артефактами. Собранная ею коллекция гравюр 18-19 веков, фарфоровых и бронзовых скульптур, о теннисе, носят историческую и художественную ценность. Почти все экспонаты сохранились в единственном экземпляре. Помогли связи Международной конфедерации антикваров и арт-дилеров. «Это вот начало исторической игры в теннис, как бы считается прообраз этой игры, французская игра «Jeux de Pond». Когда, вот вы видите, когда мы одеты в 14 веке, мне кажется, что это немножко даже напоминает русскую лапту». Абсолютным раритетом в музее считают елочную игрушку в виде теннисной ракетки 30-х годов прошлого столетия производства завода «Москабель». «Тончайшая сетка – это теннисная ракетка с теннисным мечом, которая вот вешалась на елочку. Что говорит о том, что у нас в 30-е и 40-е годы в СССР этот вид спорта был крайне популярен». Пока в музее находится около 150 экспонатов, но это только начало. Ещё остались старые фотографии и предметы, количество которых приблизилось к трём сотням. В планах дачного товарищества открыть музей дачного дела, история которого началась аккурат 90 лет назад. «Мы предполагаем развитие этого музея и хотели бы, чтобы многие наши земляки, дачники, жители приезжали и смотрели и радовались вместе с нами». С 60-х годов в товариществе «Северный посёлок» существует свой теннисный клуб. Корты располагались неподалёку от музея, но первыми в теннис в Загорянском сыграли основатели посёлка – дачники-энтузиасты в 20-е годы прошлого века. «Сама история тенниса Загорянского с середины 20-х годов. Первые корты в Загорянке были образованы на той стороне железной дороги. Это место, на которое теперь называется «Теннисная улица». Эпоха 50-х музея представлена теннисными ракетками. Специальный раздел посвящён знаменитому Николаю Озерову, который до начала комментаторской карьеры профессионально занимался теннисом. «Он вырос на Загорянских кортах, играл здесь в 30-е годы ещё мальчиком, потом уже он стал играть в основном в Москве. И, как известно, улица, на которой и сейчас живёт эта семья, называется улица Николая Озерова. Озеров неоднократно был именно абсолютно чемпионом Советского Союза, и во многом успехи его игры в миксте объяснялись ещё и тем, что у него был очень сильный удар справа, так называемая пушка. Вот за счёт этого одержаны многие победы». Опробовали загорянские корты известные теннисисты Михаил Корчагин и Владимир Зайцев. Блистала в игре вице-чемпионка Советского Союза Евгения Бантле. Многое в музее собрано по воспоминаниям дачников. «Шла ещё вот теперь в 60-х, было о чём поговорить, подискутировать. Интересные все были ребята, художники потом стали, журналисты. Кто-то стал спортсменом, или их потомки стали спортсменами. Математик. И нас всех это объединял, объединял теннис». Сергей Павлов в прошлом играл за вторую сборную «Буревестник». Занимался у тренера Дмитрия Сюнечкова. Лично знаком с основателями теннисного движения в Загорянке. «Благодаря нашему бывшему председателю на тот период, Александру Ивановичу Иванову, который был сам не теннисист, но, откровенно говоря, очень любил, чтобы ребята, а нас тогда было почему-то больше, чем сейчас, чем-то занимались. Чем-то занимались. Либо это футбол, либо это теннис, либо какие-то настольные игры». История тенниса в Загорянском продолжается. И свидетельство тому вот эти два замечательных корта, которые содержатся в идеальном состоянии. И всё это благодаря членам клуба «Загорянка. Север». Михаил Налётов, Валерий Жеглей, Щёлковское телевидение.